Всем привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы, наконец-таки, о канале «Пиратская жизнь». Ребят, посмотрела я, наконец-таки, этот долгожданный видос с Днюхи. И хочу сразу зачитать комментарий от Татьяны Трифоновой, которая оставила комментарий на моём канале по поводу «Пиратской Днюхи». День рождения был кислым, тухлым и грустным. Только хозяйка стола пыталась хохмить и всех подбадривать. Жрать было нечего. К чему она готовилась целую неделю? Всё заказано из кафешек. Даже выкладывать из контейнеров она не смогла. Заставила соплю ей помогать. На тарелке у Ивана одиноко лежал огурец. Наташа пыталась поддержать атмосферу, сын депутата всё время жрал. Уехавшего деда не было слышно. Видимо, его вырубили, чтобы не мешался. Ну и Даша, деревенская принцесса, переигрывала. Как могла. Пыталась быть взрослой, и как выяснилось, что пьёт она до боли в сердце. Мишаня пытался быть умным, но получилось плохо. Не спасали даже очки. Стол был нищий, голодный. Мужики любят выпить и закусить салатиками на майонезе. Но закуси не было, поэтому никто не рискнул пить. Даже жалко её стало. Сорок лет, а всё через опу. Вся жизнь. На самом деле, вы знаете, я почему-то ожидала худшего. Серьёзно, вот я ожидала, что абсолютно нечего будет есть. Но увидев, как щедро накладывает Нинка на бутерброды икру, но правда всё она подсчитывала, чтобы исключительно по парочке было каждому, чтобы только лишний бутербродик не сделать, я понимала, что у неё всё как раз-таки было подсчитано до кусочка мяса. Потому что, когда уже из контейнеров она выкладывала на тарелки, то она уж очень боялась положить лишний кусок. Она, знаете, то открывала контейнер, то закрывала. И если можно было на несколько тарелок разложить там те люля отдельно шашлык, допустим, говяжий отдельно, там что там у неё было, свинина, то всё было, похоже, свалено на одну тарелку. Как хочешь, так и разбирайся. Ну, а Дашке, по-моему, как раз-таки, да, авансом, сюрпризом, вот прям не знаю, как сказать, нет, авансом не подходит. Видимо, как лучшим, да, подарком досталась вот эта вот тарелка, да, где лежали бутерброды с икрой и с рыбой, а мясо подальше. Хотя, может быть, возле Дашки тоже стояла тарелка с мясом? Чё-то я там, знаете, могла упустить. На самом деле, ребят, было скучно. Было скучно, но должное отдать надо Мишане. Он-то поздравил Нинку, и прям та чуть не расплакалась. Чего не сделал Фофа? Фофу надо было заставлять поздравить любимую жену. Он больше всего сидел и переживал, как бы больше затолкать в свой рот. И поглядывал на стаканчик, который у него был пустой, и мама Нина не наполнила. Ну, Нинка сидела, да, на раздаче алкашки. Кому-то подливала, кому-то не доливала. Значит, потом выходили там покурить. Наташка решила, что она будет есть побольше мяса, а торт уж возьмёт с собой. Ну, а Нина то и болтала действительно, что жратвы хватит прям неделю есть. Но что-то мне подсказывало, что мужики действительно, они сидели голодные. То ли они боялись взять лишний кусок, потому что Нина пристально следила за руками и за каждой тарелкой. Но, знаете, так как она показала себя в кадре, когда она сидела за столом с растопыренными ногами и свежим животом, да и наряд выбрала она. Это просто трэш. Ну, правда, как она Мишаню встречала, то это вообще, блин, в матрасном этом своём сарафане без лифона. Хотя, а шо удивляться? Там Мишаня, наверное, давным-давно всё это видел, да ещё и щупал. Чо ему, удивляться, что ли, что она там не напялила эти шапочки для близнецов? Да там и Фофин, папа всё это дело уже видел, когда ремонт делал, да, Нинке. Она тоже там не особо-то старалась лифон напялить, а скакала и подпрыгивали её эти кисели. Серьёзно, удивляться тут нечему. И у Дашки спросила, как ей якобы такой стол с мясом и без всяких там салатиков. На что Дашка якобы сказала, что всё классно, прям всё круто. Не, может, для Дашки круто, конечно же. Как она сказала, лучше есть мясо, нежели рис. Но вот я думаю, что мужикам и Мишане, и Фофиному папе, и Ивану, конечно же, такая закусь не очень. Конечно же, им под рюмочку хорошо было бы и пюре картофельное, и салатик, и котлетку, и селёдочку. А не эти бутеры и сухие куски с мясом, и загрызая всё это петрушкой, хвостами от лука и прочей зеленью. Хоть бы убрала этот стакан, слушайте, этот букет луково-укропно-петрушечный. Потому что как раз-таки весь стол этот букет и портил. Ой, ребят, не знаю, мы ожидали чего-то сверхъестественного. Ну, может, ещё там продолжение будет, а может быть и не покажут. Может, Нинка ограничится как раз-таки одним маленьким видосом. Там, возможно, как вот, знаете, писали в комментариях, ой, не хватает пляски, не хватает веселья. Ну, серьёзно, потому что как-то у Натахи было весело. И поляна была, и веселье было, и танцы-шманцы до утра тоже были. Не, ну это было же на Новый год. Да какая разница? Нинка неделю готовилась. Только непонятно, к чему готовилась. И правильно написали, что всё было заказано, и ей абсолютно ничего не нужно было готовить. Намазать бутерброды. И то носилась, спешила перед приходом Мишани. Масло не разморозило. Чё-то там мазюкало. У неё чё-то там не получалось. Вот спрашивается, что она сделала. Абсолютно ничего. В стакан поставила зелень, порезал фофа, походу, овощи. Или кто там у них нарезал эти овощи, да? Потом что ещё? Расставила тарелки. А, вот это вот блюдо наполнило. Раки сварила. Интересно, раки кто-нибудь и ел? Оценил кто-нибудь Нинкины раки? Походу, Мишаня не очень-то оценил. Ну, вообще, он такой странный типок. Он и правда пытался из себя строить такого умного. Но я вам скажу, вот он пиратке как-то побольше подходит. Но, может быть, ей не Камильфо с ним, потому что он умнее её, правда же? А ей надо как раз-таки такой, как фуфлик, да? Чтобы можно было управлять. Мишаней-то не очень-то и управлять получалось, видать, у Нинки. Где залезешь, там и слезешь. А с фуфонькой у неё как раз-таки красота. Кстати, Нинка извинилась перед Дашей, спрашивается. Нафига даже было вспоминать про эти роллы? Но она просто понимала, что Даша увидит, что пиратка за обе щеки запихивала роллы. И себе она их заказала. Погла бы и для гостей хотя бы небольшой сет, но заказать. Просто пиратка понимала, что с мясом можно обдурахманить. То есть тарелку накидать, а всё остальное для себя припрятать и жрать целую неделю. Она ещё и правда будет жрать это мясо целую неделю и будет приговаривать, что о, столько заказала, столько заказала, что ещё столько и осталось. А гости голодные ушли домой. Ребят, некоторые комментарии на пиратском канале. Боже мой, у нас манты, пигоди, может неправильно читаю, плов на горячее, салаты несколько штук, нарезки рыбные, мясные, овощные, запеканка, тор. А у этих недоумков всё по счёту. Действительно, ребят, у неё всё по счёту. Она даже подсчитывала, поскольку бутербродов ей надо сделать, чтобы всем было по парочке. Дальше. Даже писать ничего не хочу. Мне пипец, как стыдно за хозяйку. Реально, завтраки, обеды, ужины богаче, чем праздничный стол. Нет души в нине, нет тепла и уюта в доме, нет желания давать. Только жадность, чревоугодие и фальшь во всём. Успокаивает одно. Люди, пришедшие в гости, прекрасно знали, к кому идут. Крылову почёт за его басни. Здесь прям к месту лиса и журавль. Ну и я тоже, кстати, заметила, как и комментатор Анастасия Леталова. Вы заметили, с какой скоростью Нина Ивова старались есть? То вдруг всё гости съедят? А в каком платье была богатая и успешная блогерша, которая может себе позволить всё, а в отличие от нас, нищих людей. Это, конечно, она так считает. Ребят, да, что стол, что платье, что сама балахерица, которая толкала в свой рот побольше куски и побыстрее, пошустрее, чтобы действительно больше ей втолкнуть в свою кишку. Ну и Фофа тоже не отставал от Нины. Он больше переживал, чтобы ему наполняли стаканчик, дабы он не тратил время на это, а тратил время на жратву. И версия от самаритянки. Ребят, я поняла, почему среди застолья Наташа, Нина презентовала мороженую стерлядь. Кстати, она ей принесла стерлядь прям за столом, да. Чтобы за время посиделок, рыбка оттаяла, Наташа, приехав домой, её засолит, и Нина с Вовой с ответным визитом через пару дней поедут отведать копчёную свою стерлядь к Наташе. У неё же коптильня. А повод какой? А очень большой. Появление на Первом канале. Как вам моя версия? Ну, просто так совать мороженую рыбу среди застолья? Какой смысл? Ну, или просто Нина хотела сделать это всё при памяти и зафиксировать на камеру, чтобы потом были доказательства, если вдруг кто-то напьётся и не вспомнит, где рыба. А я вот думаю, что, скорее всего, просто надо было показуху с этой рыбой устроить. Кстати, вы знаете, Нина сказала, что стол она накрыла за 10 тысяч рублей. Я не увидела. Я не увидела 10 косарей на этом столе. Что там стоит 10 тысяч? Объясните мне. Понятное дело, что, да, 10 тысяч она, возможно, и потратила. Но потратила она исключительно на свой и Вовкин требух. И будут они это всё дожирать потом. 10 тысяч на стол решили для гостей не ставить. Хотя я сомневаюсь, что она потратила 10 тысяч. Не знаю, на что там можно потратить целых 10 косарей. Я думаю, что, естественно, как всегда, пиратка преувеличила. Ну, а самое позорное, ребят, это то, что именинница, да, сидела на разливе. То есть разливала вино в стаканы. Это уже вообще, я считаю, низость. Не только как для именинницы, но и для женщины, когда за столом присутствовали аж 4 мужика. В общем, ребят, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok